Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристегивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. В этой книге вы найдете завершающие учения Жени Саргадата Махараджа. Последние его диалоги с людьми, съехавшимися со всех концов мира. Эти беседы, проходившие в последние дни его жизни, были кульминацией редчайших учений, которые он передал нам. Это было собрание самых высот его мудрости. Под масками для этих бесед была маленькая комнатка под лестницей, которую он построил каких-то 15 лет назад для собственной медитации. Как много искателей за 14 лет приходили сюда за духовным руководством. В конце, когда его болезнь, рак, причиняла ему острую боль, его фразы были короткими, лаконичными. И было совершенно ясно видно, что хотя его тело в страдании, сам он не является этим телом. Он знал, что его тело страдает, он говорил это нам, но никто никогда не слышал стона или жалоб из его уст. Потрясающе воодушевляло просто смотреть на этого человека. Моррис Фридман описывал этого великого наставника как мягкого и сердечного, с колким юмором, абсолютно бесстрашного и правдивого, воодушевляющего, направляющего и поддерживающего всякого, кто приходил к нему. Другие сравнивали его с тигром. Он был тем, что только могло потребоваться. Добрым, ласковым, терпимым, грубым и резким, безжалостным. Настроения проходили через него, как морской бриз, едва задевая его. Мощь его посланий звучит в самой простоте нерассоглашаемого им принципа. Забудьте все, что вы читали или слышали, и просто будьте. Вы, как абсолют, не являетесь этой яестностью. Но сейчас вы должны пребывать в ней. Он повторял это опять и опять. Но само повторение его учений было значимо. Ибо мы создали прочную ограду вокруг этого псевдо-яга, пытаясь защитить его. Таким образом, требовался не один удар, чтобы ее сокрушить. Повторение одних и тех же наставлений было частью его мудрого подхода. Он учил нас самим узнать, кто мы есть, размышлять над его словами и выяснить, могут ли они быть правдой. Он говорил, что человек должен выяснить, чем является тело, откуда оно пришло, что он должен исследовать его непредвзятое и без суждений. И тогда исследующий вскоре увидит, что оно подобно роботу, запрограммированному другими. Это обращало нас внутрь, давая узнать, что мы есть, и стать едиными с этим. Пребывая в ее естьности или сознании, что есть чистая любовь, само это сознание давало нам все ответы. В настоящее время сознание – это то, чем мы являемся. Не личное сознание, но безличностное, универсальное сознание. Придет время, когда сознание откроет нам, что мы и не оно, но вечный Абсолют, нерожденный и не знающий смерть. Все оттенки необычайной мудрости этого человека отражены в этих последних беседах, тонких и проницательных разговорах с теми, кому посчастливилось находиться в его присутствии. Читая эти слова, отыщите в них его благословение. Первое мае 1980 года. Спрашивающий. Как джняни видят мир? Махараш. Джняни осознан в отношении истока и значения сознания. Этого бытия, которое спонтанно расцвело в нем. То же сознание играет во множестве ролей. Некоторые из них счастливы, другие несчастны. Но какой бы ни была роль, джняни лишь радостно наблюдают за ними. Роли никак не воздействуют на джняни. Все ваши проблемы – это проблемы тела ума. И хоть это так, вы цепляетесь за тело. С тех пор, как вы отождествились с телом-умом, вы пользуетесь определенными установленными правилами общения и выражения. «Я нет. Я смущаю вас. Возможно, вы не можете принять то, что я говорю. Я неуместен и непристойен». Вы остаетесь в собственных концепциях и понятиях. На самом деле, вы влюблены только в это ощущение себя. Все остальное делается, исходя из этого. Вы не работаете, не действуете для кого-либо другого. Ни для нации, ни для человечества. Но только из этого, так любимого вами, ощущения своего «я». Но мне нравится действовать. Я люблю работать. Все эти действия продолжаются. Но они лишь развлечения. Стадии пробужденности и глубокого сна приходят и покидают вас спонтанно. Благодаря ощущению «я» вы спонтанно ощущаете, что вам нравится действовать. Но выясните, реально ли это «я». Постоянно оно или непостоянно. «Я», которое возникает, нереально. Я доказал его нереальность. В тот момент, когда нереальность «я» доказана, кто тот, кто знает, что я нереально. Это знание, знающее о нереальности «я», знание внутри вас, осознающее и осознавшее изменения, само должно быть неизменным, постоянным. Вы находитесь в иллюзии, мае воображение. Лишь потому, что я знаю, что я нереален, и я знаю, что вы тоже нереальны. Дело не так обстоит. Я реален, и потому все вокруг нереально. Все именно так. От того, что я нереален, нереально и все остальное. Сознание зависит от тела. Тело зависит от сущности еды. Это сознание говорит с вами сейчас. Когда составляющая еду сущность не поступает в тело, тело не может существовать. Без тела, как я могла бы говорить. Можете ли вы сделать что-то, чтобы сохранить ощущение «я» от разрушения? Так же, как это приходит само собой, так должно будет и уйти. Я вам не рекомендую загадывать «я буду завтра». Проблема возникает, и вы пытаетесь найти решение. Но кто тот, кто имеет проблему? Найдите себя. 10 мая 1980-го Как я пришел к истине, что я существую вечно, медитируя на медитирующего, сливая яестность с яестностью. Лишь после этого я понял, что есть моя истинная природа. Великие мудрецы медитировали точно так же. Никто мне не говорил, как это делается. Я не искал знаний об этом вовне. Оно проросло изнутри. Я медитировал, как мудрецы, и увидел нечто. Вначале это было пространство. И в пространстве я увидел воплощенные принципы. На самом деле, они не имеют конкретного воплощения. Но в моем видении у них была форма. Я назвал их Пракрити и Пуруши, мужской и женской аспекты космического сознания. До воссоединения Пракрити и Пуруши динамичное всепроникающее сознание находится в состоянии бездействия. В момент соединения мужского и женского аспектов женский принцип получает семя, оплодотворяется частицей мужского. Когда выявления мужского соединяются в лоне, они начинают принимать форму. Через 9 месяцев беременности младенец появился на свет. Это сознание, помещенное в лоно, есть причинное тело. Линго Деха. В этом причинном теле сознание «я есть» находится в состоянии пассивности. Как мы утратили это чистое состояние сознания? Всякое существо находится в состоянии ишвары. Фактически или потенциально. Но оно так вовлечено в объективный мир, что теряет свою идентичность. Вы должны знать сами, этот принцип «я есть». Он возникает спонтанно и вместе с ним берет начало загадка концептуальной жизни. Как мне начать поиск моей самости? Начните с самого начала. Наблюдая этот плотный мир, я начал со своих родителей, потому что я прекрасно знал, что то, что составляет это известное мне тело, имело свой исток из совокупности их телесных элементов. Но я пришел к выводу, что я не могу быть тем принципом, той совокупностью, которая вышла из тела моей матери. Среди тех, кто тут сидит, нету никого, кому было бы сто лет. Но значит ли это, что сто лет назад вас не существовало? Задайтесь этим вопросом. Я не знаю. Тот, кто говорит «я не знаю», должен был существовать. Коротко говоря, вы не были тем же, что сейчас, но вы были чем-то. Вы должны правильно понять это. Сто лет назад я не был тем же, что сейчас. Я был не похож на этого человека. Но тот, кто сейчас говорит об этом, все же должен был быть. И вы были, вы есть. Вы существуете в вечности. То, что я говорю сейчас, конечно, не согласуется с мирским знанием. Вы не хотите покоряться мирскому знанию или так называемому духовному. Но через эти всевозможные концепции вы хотите понять загадку существования. И именно поэтому вы не способны понять. Поистине вы являетесь человеком абсолютного блаженства. Это ваше подлинное состояние, в отличие от феноменального проявления. В этом нефеноменальном состоянии вы полны блаженства. Но опыта этого у вас нет. В этом состоянии нет и следа горя и несчастья, а только чистое блаженство. Скажите, о чем я говорю сейчас? Это ананда, блаженство. Вы получили некоторые удовольствия от объяснений, поняв их соответственно своим концепциям. И теперь вы пытаетесь как-то определить. Термин ананда имеет значение, лишь если телесное существо в состоянии пережить это. Когда вы в глубоком сне и вы начинаете видеть формы, это просто сновидение. Разве эти формы не приходят от вас же, от вашего присутствия? Что бы вы ни видели, даже в состоянии бодрствования, разве это не исходит из вашей бытийности, которая обитает в этом теле? В глубоком сне сознание находится в состоянии пассивности. Нету никаких тел, нету концепций, нету босс и ограничений. Вместе с появлением состояния пробужденности, вместе с появлением концепции я есть, просыпается и любовь к я есть. Это сама майя, иллюзия. Хочет ли Махарадж сказать этим, что наблюдатель всех этих трех состояний и есть самость? Это состояние сагуна Брахмана. Благодаря вашей бытийности существуют все другие состояния. Мир сна очень стар, это не новый мир. Вы видите древнее изваяние в своих снах. Ваша бытийность очень мощная сила. Возникновение вашей бытийности влечет за собой появление времени. Все есть эта бытийность, но я, абсолют, не есть она. В моей медитации было пространство. Был момент, когда две формы возникли из отсутствия форм. Пракрити и Пуруша. И квинтэнсенция этих форм это само знание я есть. Сначала формы не было, потом формы возникли, в точности, как в мире сновидений. Как спящий вы лежите в своей постели дома. Но в мире сна вы видите свое тело, и вы думаете, что это вы. И вы действуете, как это сновидческое тело, через него. Точно таким же образом созданы тела в так называемом состоянии бодрствования. В состоянии Пракрити и Пуруши нет форм, и оно вечно. Оно не имеет ни начала, ни конца. Но из него появляются пять элементов, и они формируют тело в тот же миг, как появляется переживание времени. Этот процесс продолжается бесконечно, и ваше тело форма просто дает вам возможность переживать время. То, что я говорю, не приходит ко всякому. В момент того, что называют смертью, с каким из этих дождествлений вы хотели бы уйти, чем вы предпочли остаться? Абсолют, который я называю Парабрахманом, каков он? Все, что вы делаете, это умножайте слова, умножайте концепции. Я хочу, чтобы Махараш вытащил меня из этого. Можете ли вы сказать мне, дать описание, кто вы есть? Вы должны благословить меня пониманием о том, кто я. Вы самый настоящий адепт словесной игры. Когда я говорю вам о знании, лежащем за пределами феноменального мира, вы пытаетесь понять это через свои слова и концепции. Выбросьте все эти концепции и углубитесь в то, что является вашей бытийностью. Исследуйте это. Как вам случилось быть здесь? Подумайте над этим, вглядитесь. Подлинная милость Гуру проявляется, когда ваше собственное знание прорастает внутри вас. 14 мая 1980-го Махарадж. Доктора поставили этому телу диагноз рак. Есть ли кто-то еще, кто был бы также радостен с таким серьезным диагнозом? Мир это твой прямой опыт, то, что вы наблюдаете. Все, что происходит, происходит на этом уровне. Но я не на этом уровне. Я отделил себя от саду-гона, от бытийности. предельная стадия в духовности это состояние, когда никакие потребности больше не являются. Когда ничто более не является полезным ни для чего. Это состояние называется нирвана, ниргуна. И это вечная, или же предельная истина. Суть или итог всего, что тут сказано, это то, что называют Сангуру Парабрахман. Состояние, где больше ничего не требуется. После растворения Вселенной, когда нет новых признаков творения, остается лишь мое совершенное состояние. Проходя через циклы создания и растворения, я остаюсь незатронутым. Я не объяснял этого ранее. Мое состояние никогда не знало творения и растворения Вселенной. Понять это можно, лишь имея нерушимую веру и при поддержке Сангуру Парабрахмана. Это состояние, этот принцип Парабрахмана, также является и вашим Сангуру. Это должно быть неотъемлемым свойством всякого последователя, всякого гуру. 29 июня 1980 Почему возникло сознание? Вы есть одновременно и вопрос и ответ. Все ваши вопросы возникают из идентификации с телом. Как можно получить ответ на вопрос, касающийся того, что было до тела и сознания? Есть йоги, которые годами сидели в медитации, пытаясь узнать ответы на такие вопросы, но и они не достигли понимания. И все же вы спрашиваете. это великая тайна. Это тайна для невежественного. Для того, кто не отождествлен с телом, это больше не тайна. Не мог бы Махараш открыть ее нам? Я вам говорю, но вы не служите. Махарадж видит нас как индивидуальности? Индивидуальности нет. Есть только состоящие из пищи тела, и знания я есть в них. Нет разницы между муравьем, человеческим существом и ишварой. Все они единого качества. Тело муравья мало, тело слона большое. Мощь их различная за размеры, но жизненная сила одинакова. Для знания необходимо тело. Как Махараш получил имя Нисаргадата? Одно время я сочинял стихи. Стихи просто вытекали из меня. И в этом потоке я просто приписывал Нисаргадата. Я упивался стихосложением, пока мой гуру не предостерег меня. Ты слишком наслаждаешься этими стихами. Отпусти их. К чему он вел? Его цель в отношении меня была слияние с Абсолютом, а не наслаждение этой бытийностью. Таким образом я получил знания, не через умственные манипуляции. Мой гуру сказал, это так, и так это для меня и было. Если вы продолжаете исследование в сфере интеллекта, вы рано или поздно запутаетесь в собственных концепциях, которых становится больше и больше. Сознание это время, текущее вечно. Но я, Абсолют, не будет вечно сопутствовать сознанию, потому что оно ограничено временем. Когда бытийность уходит, Абсолют не будет знать о том, что я есть. Появление и исчезновение, рождение и смерть, все это касается бытийности. Но это не ваши качества, они не касаются вас. Вы идете в туалет помочиться, и то, что выходит из вас, распространяет запах. Вы есть этот запах? Нет. Это бытийность, как ваша моча. Так можете вы быть этой бытийностью? Это совершенно невозможно. Вам больше не нужна садхана. Для вас слова гуру закончились. 5 октября 1980 У меня нет индивидуальности. Я не принимаю никакую позицию как личность. Все, что бы ни происходило, как манифестация сознания, просто происходит. Люди идентифицируют меня со своими концепциями. И они делают то, что говорят им их концепции. И это тоже сознание, которое проявляет себя, ничто иное. Кто он, тот, кто говорит, ходит, сидит? Это все выражение этого химического «я есть». Являетесь ли вы этой химией? Вы все говорите о рай и аде, об этом святом человеке, махатмия или том. Но что насчет вас? Кто вы? В медитации человек встречает множество видений. Они есть результат химических реакций. Все это происходит в поле вашего сознания. Разве не так? Все эти вещи связаны только с химией, только с рожденным. вы не являетесь этим химическим «я есть». Духовное знание – это не то, что нужно изучать. Это знание, проистекающее из слушания. Когда человек слышит его и принимает его, что-то щелкает в нем. Это «я есть» на самом деле отделенность. это что-то другое, кто-то другой. Это само выражение дуальности. 8 ноября 1980 Почему так, что мы обычно думаем о себе как об отдельных существах, индивидуальностях? Ваши мысли о себе как об индивидуальности на самом деле не ваши мысли. Это все коллективные мысли. Вы думаете о себе так «я человек, который думает», у которого возникают мысли. На самом деле мысли возникают в сознании. По мере того, как ваше духовное знание растет, идентификация с телом умом все более стирается, и сознание индивидуума расширяется до вселенского сознания. жизненные силы продолжают действовать, но ее мысли и действия более не ограничены концепцией индивидуальности. Они становятся абсолютной манифестацией. Это похоже на действие ветра. Ветер не дует ради какой-то конкретной индивидуальности, но ради абсолютного выражения. Как индивидуальности можем ли мы вернуться к источнику? Как индивидуальности нет. Ощущение «я есть» должно вернуться к своему собственному источнику. Сейчас ваше сознание отождествляет себя с формой. позже оно поймет, что оно не есть форма и пойдет дальше. В некоторых случаях оно может достичь космоса и очень часто там оно останавливается. В очень немногих случаях оно достигает своего настоящего источника за пределами всех обусловленностей. Нет никакого творца великого разума. все создается и существует спонтанно. Нет никакого разума стоящего за этим. Так что не помещайте туда свой собственный, чтобы все выглядело так, как вам хочется. Оставьте все, как оно есть. Ваш интеллект есть побочный продукт этого процесса. Так как он может объять, а тем более оценить все происходящее, целый мир. Проникните глубже в самого себя. Исследуйте. И это цель вашего бытия. Духовность это всего лишь понимание этой игры сознания. Вам нужно раскусить эту мистификацию. И лучший способ докопаться до ее исток. 12 ноября 1980 Я есть ность манифест Брахмана Ишвара. Все это одно. Размышляйте над этим и придите к этому пониманию. Это редкая возможность, когда даются такие детальные разъяснения. Вам нужно воспользоваться этим. вы есть выражение Брахмана. Я множество раз говорил вам, каково ваше естественное состояние, но силой привычки вы снова сваливаетесь в отождествление с телом. Теперь возникла ситуация, когда вы должны отпустить свое отождествление с формы. Активности тела будут продолжаться до того момента, пока тело не будет отброшено. Но вы не должны идентифицировать себя с ними. Как нам это сделать? Вы можете наблюдать тело. Стало быть, вы не есть оно. Вы можете наблюдать за дыханием, так что вы не есть витальное дыхание. Точно таким же образом вы не есть сознание, но должны стать едины с этим сознанием. Когда вы укрепитесь в сознании, без страсти к телу и всем выражениям, случающимися через тело, придет само. Это станет естественным, непреднамеренным отречением. Это не значит, что вы должны пренебрегать своими мерзкими обязанностями. Исполняйте их со всей добросовестностью. Разве мы не должны заново открыть телесную свободу младенца? Поймите саму суть младенца. Младенец это продукт соединения спермы отца и яйцеклетки матери. Сознание есть в новорожденном, точно так же, как и в его родителях. Это всегда одно и то же сознание, будь то взрослый или ребенок. Есть только одно сознание. Вы должны стать одним с этим сознанием, укрепиться в нем, а потом превзойти его. Это сознание ваш единственный капитал. Поймите его. До какой степени вы знаете себя? Я лишь хотел бы находиться у стоп своего сангуру. Кроме этого, я не знаю ничего. Вы можете это делать, но вы должны понять истинное значение фразы «Быть у стоп сангуру». Поймите это так. Как движение начинается со стоп, так движение начинается от непознавания к познаванию. Когда восходит познавание, это движение сангуру. идите к истоку этого движения, туда, где начинается чувство «Я есть». Усилие всякого, кто смог уловить это движение, не пропало зря. Быть внук сангуру – это сама разделительная черта между познаванием и непознаванием. 17 ноября 1980 Разве мы не должны отбросить всякое знание? Вы должны иметь полное знание и представление о том, что такое это сознание. И имея полное знание о сознании, вы приходите к заключению, что оно нереально, поэтому должно быть оставлено. Послушав эти беседы, сядьте у себя в комнате и медитируйте так. То, что я сегодня слышал, это правда или нет? после вы поймете, что и это должно быть отброшено. Принцип, который способен выносить суждения о том, есть ли мир или нет, этот принцип явно предшествует миру. То, благодаря чему все является известным, есть оно или нет, кто знает это? Когда я произношу слово Пара Брахман, вы тут же говорите, что вам понятно. Название, слова это просто инструмент коммуникации. Вы понимаете, к чему я веду? Жня не знает, что все это иллюзия и что пути нет, но когда мы, находясь внутри иллюзии, думаем, что все же какой-то путь существует, что есть куда идти, разве есть какой-то смысл в том, чтобы использовать какие-либо техники, продолжая тем самым иллюзию? Иллюзия это слово или нет? Это слово, связанное с некой концепцией. Но это всего лишь наименование, не так ли? Да. Так какое вам нужно иллюзорное слово, чтобы вы были удовлетворены? 18 ноября 1980 Мой кругозор ничем не ограничен. Это полная свобода во всех направлениях. В конце концов, человек должен выйти за пределы знания. Но знание должно прийти. И оно может прийти как результат постоянной медитации. В процессе медитации знание «я есть» постепенно укрепляется и сливается со вселенским знанием. И таким образом вы становитесь полностью свободны. Свободны, как небо или пространство. Те, кто пришли сюда получать знания, пусть даже духовное знание, они пришли как индивидуальность, то, что всегда хочет получить что-нибудь. В этом состоит трудность. Искатель должен исчезнуть. Когда вам известна ваша подлинная природа, знание «я есть» остается. Но это знание не ограничено. Для вас становится невозможным приобретать знание, потому что вы есть знание. Вы есть то, что вы ищете. Ваше подлинное бытие существует до появления какой-либо концепции. Можете ли вы как объект понять нечто, что существовало до появления всякой концепции. До появления сознания какое может быть доказательство существования чего-либо. Сознание само по себе есть ум, мысль. Это всякий феномен, всякое проявление. Постичь это означает, что концепция ее из тела невозможна для вас, пока вы живы. Таковое знание приходит лишь в редком случае, и оно трудноуловимо, и никакими усилиями вам не поймать и не удержать его. Ваше усилие напротив помешает вам. Это интуитивное знание. Значит, все духовные понимания должны быть отброшены? На самом высоком уровне это так. Но на более низких уровнях вам приходится делать свою домашнюю работу. Те, кто может интуитивно постичь это, теряют интерес к мерзким делам. А потеряв его, что с ними может случиться? Что бы у них ни было отобрано, они будут вести себя как самые обычные люди. Но с тем, что останется у них, они будут сами короли. Те, кто осознали и достигли определенного уровня, больше не просят ни о чем. Но все приходит к ним спонтанно. Желания не было, но тем не менее все необходимое предоставляется. С индивидуальностью этого не может случиться. Это случается со вселенской манифестацией, универсальным проявлением, или с тем, кто стал един со своей истинной природой. для джняния только свидетельствование имеет место. 20 ноября 1980 Принцип, который может знать себя, находится внутри тела. Он присутствует даже в возвивающемся черве, потому червяк знает себя инстинктивно. Слушая меня, вы будете трансформированы, возвращены обратно к вашему исконному состоянию, которое было еще до рождения. Прямо сейчас, несмотря на всю вашу теперешнюю жизнь, это случится. То, что я говорю сейчас, иного рода. Это более высокий уровень, поэтому я не зову никого слушать то, что я сейчас буду говорить. Я не приглашаю никого прийти послушать, потому что после слов, которые будут сказаны, вы можете стать совершенно равнодушны к своей семье и к своим повседневным обязанностям. Энергия словесного выражения и энергия жизненного дыхания должны слиться и стабилизироваться. Иначе, если вы позволите им уходить вовне, они будут рассеяны. если вам нужен покой, сосредоточьтесь на точке, где вы начинаете быть. Оставайтесь там, замрите. Ом это неприкосновенный звук, невысказанное слово. Я не ощущаю от вас ответа на то, что я говорю. Вы не сумели воспринять природу вашего сознания. Сознание это что-то вроде пьесы, притворства, игра. Для вас нет никакой поддержки, не ищите ее. Рождение вашей родители все это иллюзия. То, что вы получили тело определенного человека, просто случайность. Если вы не цепляетесь за тело, не идентифицируете себя с ним, тогда все хорошо. Когда бытийность забывает себя, это состояние парабрахмана. это состояние познания мира не является вашим подлинным состоянием. Оно исходит из состоящего из пищи тела. И вы, абсолют, не оно. 21 ноября 1980-го. Все, что я думал ранее, теперь это изменилось. Если говорить о том, что происходит сейчас, можно сказать, что даже малейшее касание индивидуальности отсутствует. И это сознание как таковое спонтанное восприятие. результат этого полная свобода. Все время присутствовало убеждение, что есть переживающее все сознание. Но было это я, воспринимаемое сознание. Оно тоже было там. Теперь оно исчезло. И что бы теперь ни происходило в поле сознания, меня, которые есть за пределами сознания, это никак не беспокоит. Всякий опыт это сознание, переживающее само себя. Тем не менее, поймите, что такое сознание, даже если сознание это не индивидуальность. Опора и источник сознания в материальном. Помните, что что бы я ни говорил, это часть концептуального мира, и вы не должны принимать это за истину. Ничто из концептуального мира не является истиной. Как только болезнь определена, само ее название вызывает различные мысли и концепции. Наблюдая эти мысли и концепции, я пришел к заключению, что все, что бы ни происходило, происходит в сознании. И я сказал сознанию, это ты страдаешь, не я. Если сознание еще хочет страдать, позвольте ему остаться в теле. если оно хочет оставить тело, позвольте ему это. Как бы ни вышло, я это не беспокоит. Самые разные вещи происходили, были различные мысли и переживания, и все они брали в долг с моих счетов. Но как только я увидел все это как есть, все долговые расписки были сожжены, и у меня не было с тех пор никакого счета. Как же смешно наблюдать за человеком, который считает себя индивидуальностью, который думает о себе как о действующем или достигающем. Что бы ни происходило, как и само чувство происхождения, имеет место в сознании, среди которого возникает мысль «Я есть». 24 ноября 1980 «Если нету разницы между тем, что было до рождения и что будет после смерти, если между этим нет разницы, тогда зачем нам прилагать усилия, чтобы узнать, кто мы сейчас? Разве все это не одно и то же? Свет приходящий от солнца и само солнце. Есть ли тут разница? Единственная разница в том, что случается в промежутке. То, что происходит между рождением и смертью, тоже лишь выражение сознания. Только в поле сознания вы проводите время, развлекая себя различными концепциями. Что помимо этого вы делаете? А Махарадж развлекается различными концепциями? Нет. Это сознание. Оно все делает само по себе. действует ли, играет ли в это сознание Махараджа? Даже пускай он и не причастен к этим действиям. Сознание это не частная собственность. Оно универсально. Хотя мы это понимаем, иногда оно кажется запертом в теле. вы пробуете понять с помощью интеллекта. Просто будьте. Когда я говорю, что вы динамичное выражающееся знание, вы есть все. Чего еще вы хотите? Я понимаю, что пришел сюда, потому что Махарадж дал мне зеркало. Но сегодня я вижу, я сам являюсь своим зеркалом. Потому вам нет надобности оставаться дольше. Когда мы уйдем отсюда, что нам делать? И это вопрос к вам. Если вы будете упрочены в сознании, все будет случаться само собой. Если вы все еще на уровне тела ума, вы будете думать, что делаете что-то. Если вы действительно утвердились в том, о чем я сказал, тогда вы будете одно со своей самостью. Тогда люди будут служить вам, а не подолк, чтобы прикоснуться к вашим ногам. Все, что вам будет необходимо, придет к вам. Все будет просто случаться. сознание не может оставаться бездействующим. Оно всегда занято, и это его природа. Когда вы пришли сюда, у вас были определенные ожидания, какие-то надежды. Но после того, как вы послушали то, что я говорю, вы утратили все это. даже если я интуитивно понимаю все это, откуда это нежелание оставлять все, чем я не являюсь? Вы недостаточно утвердились в понимании. Ваше убеждение должно быть так крепко, чтобы никаких вопросов об этом уже не возникало в будущем. Например, мертвый человек. Он уже умер, его тело кремировали. И какие еще вопросы могут тут быть? Подобно этому все для вас закончится. Какое усилие мне нужно сделать в этом направлении? Никакого усилия. Просто будьте. сознание вполне понимает сознание, может ли оно воспринимать тело как таковое? Все становится едино. Оно не сможет взять какой-то фрагмент этого, чтобы сказать «Вот это я». Сознание выражает себя, как это делает свет. эта игра пяти элементов есть манифестация сознания. Только сияние сознания. В конце концов все образы вольются в сознание, ибо оттуда они пришли. 25 ноября 1980 Люди приходят сюда и остаются на несколько дней, иногда на несколько недель и даже месяц. То, что они слышат в первые дни, укореняется в них. И как раз в этот момент они должны уйти, чтобы у того, что укоренилось, было время вырасти и зацвести. Как только семена пустили корни, они сами должны исчезнуть. И то, что пустило собственные корни, должно цвести, должно выражать себя в каждом сердце. Махареш сказал в этом отношении, что хотя учения принадлежат его гуру, понимание все же принадлежит ему. Мой гуру сказал мне, что лишь сознание само есть гуру. Все интерпретации развития происходят внутри меня. План должны созреть на твоем собственном поле. Мне нет нужды сеять свои понимания в вас. Я не использую традиции и традиционные знания. Если вы хоть немного взглянете и исследуете традиции, вы поймете, что все это концепция. Меня же заботит только факт. Вот я был здесь, весь в своей целостности, не сознавая даже свою сознанность. И тут это сознание выпрыгнуло внезапно оттуда-то. Как это произошло? Это вопрос, требующий исследования. это тело, созданное сущностью пищи. И это сознание с самого начала лежит в нем в состоянии сна. В этом состоянии оно есть целая вселенная. Видя это, всякий понявший останется молчалив, понимая, что это приходящее состояние. вся огромная система концепций, которые нас обучили как знания, основана на этом простом возникновении сознания. 5 декабря 1980 Эта болезнь подтверждает, что нет никакой персональности. ничего индивидуального. Если это болезнь, то кто болен? Болезнь это часть функционирования всего проявления, динамической читании. Это игра сознания. Мое исконное состояние предшествует сознанию. Это состояние не опирается на сознание, не зависит от него. мы пели здесь куплет из пхаджан к чакрапане. Чакрапане значит это я естьность, жизненный принцип, принцип выраженного сознания. Это похоже на зажигалку. Газ сам по себе не дает свет, Но пламя все же появляется как манифестации газа. Это пламя полно света, жизни, энергии. Даже в атомах и субатомных частицах присутствует эта энергия. Функционирование сознания происходит спонтанно. И вы не знаете, что произойдет дальше. К примеру, я говорю что-то и М переводит это одним образом, а Б переводит это иначе, в зависимости от того, как каждый из них понял это. Вот так все и происходит. Эта чакрапане подобна маховому колесу, говорит Господь Кришна. И на нем вращаются все живые существа. Энергия, которая движет все существа в состоянии пробужденности, бездействует в глубоком сне. Как долго осознанность остается несознаваемой? Это неизвестно. Но однажды появляется сознание. Можно ли проследить дальнейшую судьбу этих линий? Разве это не удивительно, что сознание, оставшееся скрытым на протяжении неопределенного времени, вдруг восходит? Сознает ли вселенское сознание себя как вселенское? Или оно начинает сознавать себя, как только принимает форму? осознанность осознанность не знает себя осознанностью. Если вы погружаетесь достаточно глубоко в то, что я говорю, вы отбрасываете все книги, которые вы пишете. Все. все. Сперва я окончу книгу, потом уже закончусь сама. Вы обещали мне закончить книгу. Вселенское сознание не пишет книг. Как же вам это удастся? Я думаю, это произойдет спонтанно. Я говорю о сознании, которое действует через тело в этот самый момент, но само невидимо. это сознание не ограничено телом. Оно распространяется повсюду. Ни о чем другом я не могу говорить сейчас. Если человек уже мертв, для него ничто не имеет значения. Нравится это людям или нет, абсолютно не важно. Возможно, вы получаете какие-то благословения, некую пользу от того, что я говорю, я не знаю. Все мои действия это действия сознания, возникшего, чтобы действовать через это тело. Я не вспоминаю чего-то из прошлого, чтобы потом действовать из этого. Все это действие из сейчас. Откуда пришло пришло это сознание? Оно никогда не приходит и не уходит. Но оно явилось, чтобы приход и уход был возможен. «Почему махараджу известны это, а нам нет?» Нетрудно и вам узнать это. Вопрос в том, кем вы себя считаете, подходя к этому. Может, это зависит от кармы? Может ли карма быть изменена? Все это делает сознание. Не тот или этот человек действует, а сознание. мог бы махарадж, проявив сострадание, дать мне толчок к состоянию этого всеобщего сознания? Да, конечно, я могу это сделать. Но вы должны меня слушать. У вас должна быть полная вера в то, что я говорю о вас. И вы должны делать соответствующие шаги. По природе я не проявлено. Хотя я и проявлено, все же остается не проявлено. Можете ли вы жить так, будучи не проявлено? Покуда атрибут тела находится здесь, неотъемлемое качество атрибута «я есть» тоже присутствует. Поэтому я могу говорить. Если он уходит, что случается? Ощущение «я» приходит и уходит. Вот и все. Но я никогда не уйду. Я не умру. Всякий, кто отбросит это отождествление, поймет. «Я верно услышал, Махараш сказал, что он не умрет. Как может умереть тот, кто не рождался? Когда люди впервые узнали об этой болезни, многие, кто кто-то был задет тем, что я говорю, приходили сюда или писали мне и давали всякие советы или присылали лекарства. Пусть случается все, что должно случиться. Меня это не интересует. Я не чувствую страха, так что мне не нужно ничего предпринимать. Достаточно того, что люди приходят сюда или пишут письма, чтобы обсудить со мной какие-то вещи. я не слушаю их, но тут тоже все в порядке. Вы спрашиваете, кто я, и вы не получите ответ на свой вопрос, потому что ответа быть не может. Всякий ответ ложь. У вас может быть идея, концепция, и вы можете думать, что нашли себя, но это лишь концепция. Вы никогда не увидите себя. Что есть сад Читананда? Это слово. Вы можете определить это как границу, предел, который ваш ум еще может описать и за которым начинается неописуемое. Ваше истинное состояние не проявлено. Когда начинается проявление, приходят и слова. Переживающие сад Читананда находятся в том самом месте, за пределами переживания. 15 декабря 1980-го. Подумайте о том положении, которого вы достигли, если вы можете понять, о чем я. Если вы поймете, уже не будет речи о каком-то положении. Ваша ценность неизмерима. Вы выполнили всю свою домашнюю работу, и теперь ваша садхана, духовная практика, приносит плоды. Теперь вы здесь. Пусть это растет вас. Вам не нужно идти еще к кому-нибудь, когда вы уйдете отсюда. Эта часть работы для вас уже завершена, потому что вы удостоились этой стадии реализации. Сегодня вы здесь. Узнайте без слов это «Я есть», которое возникает каждое утро. Знать свою самость, жить в соответствии с этим знанием себя, это не просто интеллектуальное знание. Вы должны быть этим и не уходить от этого. Оставайтесь непоколебимы. Не нужно обсуждать с другими те наставления и советы, которые я им даю. Соблюдайте лишь то, что я говорю именно вам. Отбросьте любопытство по поводу того, что думают и говорят другие. Каждому искателю будет дан соответствующий совет. Не узнав собственную внутреннюю глубину, вы не будете в состоянии измерить глубину другого. Если вы пытаетесь понять других, ваша сияющая самость должна быть открыта полностью. Вы узнаете себя в процессе этого открытия. То знание, которое объясняется здесь, вы не найдете ни в одной книге. Сегодня я дал вам так много. Завтра вы можете увидеть меня снова или нет. Это не так важно. Главное не забывайте того, что я сказал вам о вашей сущности. 18 декабря 1980 Это сознание подобно экрану, и я есть этот экран. Постарайтесь понять то, о чем я говорю без слов. Не создавайте концепции. Сойдите их к нулю. Есть немало ищущих, чьей целью является приобретение достаточных заслуг, что даст им возможность попасть в определенное место, наподобие рая или вай кунтхи. У меня не было никаких целей, кроме как узнать все самому. Я был бессознателен к своей осознанности, и вдруг я понял, увидел ясно, что я есть. Откуда и каким образом взялось это осознание, сошедшее на меня. Выяснить это было моей задачей. Я возвращался к тому состоянию, когда этого явления еще не было. Это и есть оно, истинное знание истинной самости. И так я отправился обратно, преследуя свою истинную самость. И в какой-то момент я пришел к той точке, где мне захотелось узнать, что было до того, как появилось сознание. Это и есть та цель, которую я достиг. Брахман, Ишвара, Бог – все это имена, которые даны сознанию, которое сознает само себя. Когда вы верно усвоили это знание, каким будет ваше положение, в момент так называемой смерти. Оно будет наблюдать за происходящим. Оно будет постепенно терять все, до тех пор, пока оно не перестанет сознавать само себя. Это состояние нельзя описать. Его называют Пара-Брахман или Высший Абсолют. «Но это всего лишь название, которое используют в разговоре. Мое исследование началось с того, что я заметил, что человек все время чем-то озабочен, начиная с момента своего пробуждения утром и до того, как он засыпает ночь. что заставляет нас делать эти вещи? Из-за чего это все продолжается и продолжается? Затем я пришел к заключению, что все это моя бытийность. Тот факт, что я сознаю существование. Это и действует на протяжении дня. Так начался мой поиск. Принцип, пребывающий в теле, это сознание. Если вы удерживаете внимание на сознание, оно становится всем проявлением. Теперь так же случился выход из-за предела сознания. С появлением сознания абсолют сознает, что оно есть я есть. И это есть опыт. Есть и другие опыты в этом факторе времени. Но все переживания постепенно отбрасываются, включая базовое я есть. Но исчезнуть должно только сознание. Абсолют всегда останется здесь. какое падение. Совершенное состояние схвачено этими переживаниями и пытается урвать какую-то выгоду от всех этих многообразных опытов. Это тоже спонтанно? Какие бы переживания не возникали в этом пространстве познавания, предельное состояние вовлекается в них. Оно принимает тот или иной опыт, как себя. Относясь к переживаниям, как к истинам, настоящим, оно становится все более более вовлеченным. 22 декабря 1980. Только что я находился в состоянии бодрствования, но не воспринимая никаких слов. Что-то вроде дословесного состояния. Теперь последние остатки индивидуальности, личности оставили меня. В последнее время я разговаривал с людьми со страстной увлеченностью, но теперь так уже не может быть. Место моего обитания в этом грубом мире на грани разрушения. Сейчас я более в тонких сферах, как бы в пространстве. Следствием этих бесен будет то, что вы более укрепитесь в самом источнике, из которого слава появляется. Пребывать в динамичном, проявляющем себя сознании – это пребывать в словах гур. Суть той мантры, которую я вам дал, в том, что вы есть динамичный, проявляющийся принцип, но не тело. Соблюдая такое отношение, вы становитесь этим. Люди думают, что они приходят сюда по собственной воле. Но это сознание приводит их сюда. Потому что сознанию нужно это знание. Все, что я говорил, подрисовано сознанию, которое, как я сказал, подождествлено с телом, но телом не является. Это знание, которое должно понять свой собственный источник и раствориться в нем. Много кто приходит сюда, и они просят благословений. Они не знают, что это знание, что вы не есть тело, но сознание, находящееся в теле, и есть благословение. 25 декабря 1980-го Когда мы заняты своей повседневной деятельностью, делами, какой подход мы должны удерживать в уме? Поскольку присутствует принцип «я есть», он приводит в движение все остальное. Чтобы вспомнить эту суть, вы одеваете разные одежды, чтобы видеть в них собственную тождественность. Но так как данный принцип уже здесь, вы, так или иначе, участвуете в различных активностях этой жизни. Если вы не оденетесь в одежду, тело, вы не сможете стать участником каких-либо действий. Это знание предназначено и будет понято для принципа Ишвары. Он же в данный момент пойман иллюзией, что он является тело-умом. Вы приняли это отождествление с одеждой, и оно стало вашим эго, я. Ишвара – это принцип проявления, благодаря которому поддерживаются все действия и активность. Он сам не имеет формы. Формы появились в результате игры пяти элементов. В данный момент вы потеряли этот принцип, слившись с оболочкой, и видите только ее. Так как одежда уже у вас есть, пользуйтесь ею, как можете. Но не забывайте, что вы не есть одежда. Что происходит, когда одежда становится источником проблем? Он отступает к своей подлинной самости. Будьте одно со своей подлинной самостью. Эта яестность наслаждается различными опытами. Она превращается в короля и ревнищего. Вечно ли это тело? Разве это тело, которым вы себя считаете, не меняется непрерывно на протяжении всей вашей жизни? Я отождествляю себя со своим телом. Я это знаю. Кто я? Я? Обрисуйте мне то, что вы подразумеваете под этим словом «я». Вы не можете. Принцип не имеет имени, формы, даже приблизительных очертаний. Мне ясно, как день, что все, сделанное посредством вашей формы или одежды, тленно, скоро приходящее. Оно не может остаться. Какая из фор может похвалиться неизменностью? Как только вы видите, что вы не есть эта одежда и не имя данное тело при рождении, больше нет речи об этом. Представьте, что вы припрятали несколько тысячерупивый банкнот, и тут выходит распоряжение правительства, что они больше не в ходу. Как только вы лишаете эту одежду ее естьности, полномочий своей личности, все, что остается тогда, это парабрахман. Мог бы Махараш помочь мне отбросить эту одежду? Какая в этом нужда? Она не вечна и никогда не была. Но мы еще не отбросили свои тождествления, вот в чем проблема. Что ж, скажите мне прямо сейчас, когда вашей способности к познаванию еще не было, до того, как она появилась, что вы видели, что переживали? Легкое прикосновение и я естьности, и вы уже ощущаете существование себя и мира. Как нам оставить это знание? Опять же в том нет нужды. Если вы считаете эту одежду собой, будет оставаться вопрос об отпускании. Что вам нужно отпустить, это идентификацию с телом. Попробуйте узнать настоящего себя. Это просто способность познавать. Вы не можете пережить это как состояние. Вы пришли сюда потому, что вам не хватает знания. Не потому ведь, что оно у вас есть. Знания, которые я даю, только чтобы устранить невежество. 26 декабря 1980 Махараджа. Из чего создано тело? Это проявление сознания. Разве тело не состоит из пяти элементов? Вам известно, что вы существуете. Разве это знание не опирается на пять элементов? Сознание не может быть познанно без тела. Оно зависит от формы. Вы хотите сказать, что без тела я бы не знал то, что я есть? Да, верно. Если говорить о вашем собственном опыте, а не о том, что вы слышали или прочитали. Могли бы вы узнать, что вы существуете без вашего тела? Я существуете без тела. Если у вас нет опыта пребывания в теле, есть ли у вас опыт бытия вообще? Я не очень хорошо говорю по-английски, и, может, я не могу хорошо это выразить, но я знаю, что я есть. До того, как вы родились, чувствовали ли вы, ощущали, было ли вам известно, что вы есть? Джиняне свободен, ибо он знает, что тело состоит из пяти элементов. Его функционирование полностью зависит от природы пяти элементов. Я вижу это тело, но мне нет дела до того, чем оно занято. В нем нет ничего, с чем я мог бы себя отождествить. Эссенция этой смеси пяти элементов – есть чувство бытия, существования. Все они пришли и смешались случайным образом. Я не участвовал в этом. Чувство моего присутствия зиждется на теле, но я не тело и не это осознательное присутствие. В теле имеется этот тонкий принцип «я есть». Этот принцип свидетельствует все происходящее. Вы не есть слова, которые вы повторяете. Слова приходят из пространства, они не ваши. Таким образом, вы и это «я есть» – разные вещи. Что тогда это «я»? Кто спрашивает? Здесь никого? Нету «я»? Кто спрашивает об этом? Есть ощущение чего-то? Я не знаю, что это такое. Если у вас есть чувство чего-то, о котором вы говорите, может ли оно быть истиной? Когда это сознание уходит в забвение, в сон, кто останется, чтобы объявить о том, какое это состояние? Я не знаю. Когда в вашей «я есть» на стене нет, вы не знаете себя. Когда вы начинаете осознавать, что вы есть, вы делаете много ошибок, много плохих вещей. Когда же вас нет, вы не знаете себя. Тогда нету и речи о плохих действиях. Присутствует ли «я есть» все время, пока мое тело тоже здесь? «Я есть» отсутствует лишь в состоянии самадхи, когда ваша ограниченная самость сливается с самостью. Во всех других случаях оно здесь. У реализованного человека «я есть» тоже присутствует. Но он не придает ему большой значимости. Джиняне не подвержены влиянию концепции. «Существует ли между мной и вами, Махарадж, взаимоотношение?» «Я чувствую, что я должен быть рядом с вами». «Сама мысль» — это и есть отношение. «То, насколько сильно мне хочется быть здесь, заставляет меня спрашивать себя снова и снова. Думает ли Махарадж о своих преданных учениках?» «Я думаю о них больше, чем вам кажется». «Тридцатый декабря 1980-го» «Мне кажется, есть своя красота во всем этом проявлении». Вы не должны вовлекаться в то, что возникает. Взгляните на дерево. Кора, листья, цветы, плоды. Все это имеет разную природу. Если вы слишком увлечетесь разглядыванием отдельных явлений, вы упустите сам источник этого всего. Дерево. Интеллектуально вы поняли, но этого мало. Вы должны быть одним с тем, что вам понятно. Поймите, что то, из чего родилось это тело, это сперма вашего отца, смешанная с яйцеклеткой вашей матери. Это семя проявлений всего феномена. Но я не есть это семя. Я не есть феномен. Как я и не являюсь сознанием, ограниченным во время. Те формы и названия, имена, которые вы видите, всего лишь проявление сознания. Ваше сознание очень чисто, и именно потому вы можете выносить суждения. Атман бесцветен, но он может судить о цветах. Ваша садхана завершена. Вы достигли того, что искали. Это знание предназначено тем, у кого больше нет желаний. Знание себя – это самое ценное из всех знаний. Вам, кто ищет себя, я разъясняю это знание сейчас. Я направляю вас к тому состоянию, где нет жажды, нет желаний. Моё приглашение вряд ли касается тех, кто беспокоится о своей собственности или раздумывает о том, как ему относиться ко всему, что я говорю. Если вы обладаете этим знанием, то вы видите, что сознание «я» – всеобъемлющее. Оно таково, пока оно присутствует. Но то, что является свидетелем сознания, не знает «я» есть. И это ваша подлинная и вечная природа. «Я люблю» – это дает начало великой радости. Прощание с телом – это настоящее празднество для меня. Какое из всех человеческих деяний наихудшее? Все это, все, что вы делаете – просто развлечение, убийство времени. Вы получаете удовольствие, только забывая себя. Когда вы засыпаете, вы теряете ощущение себя, и само это есть наслаждение. И это и есть атман. Не просто личность, которая обратилась к духовности. Скоро я перестану говорить все, что сейчас говорю. Всего несколько слов тут и там. И достаточно. Третий января 1981-го. Бытийность имеет качество становиться чем угодно, о чем вы думаете. Какую бы концепцию вы ни предоставили сознанию, оно даст вам это. За что бы вы ни держались силой, вы становитесь этим. Поэтому вы никогда не должны думать так, что вы есть тело. Сознание – это не тело. Тело дает вам возможность переживать бытийность, но сама бытийность – всеобъемлющая. Сознание само ощущает пространство сознания. Но я, Абсолют, не есть оно. Все, что вам известно, известно сознанию. Это находится в поле сознания. Сознание стихает вместе со всем знанием, когда тело умирает. Абсолют всегда остается. Эти беседы заронят в вас семя знания. Вам остается лишь следовать ему. Вы должны питать его, размышлять над ним, чтобы дерево знания могло расти. 4 января 1981 Я размышлял над тем, что Махараш сказал этим утром, что все сознательные существа одинаковы. И на несколько секунд я почувствовал, что все одно. И было чувство, что я за пределами всего этого. Это и есть цель? Это не цель. Это то, что есть. Все именно так. И только из-за отождествления с телом вы не видите, что так и есть. Вы должны понять, что есть только одна важная вещь, одно главное знание. Что вы бесформенное, вневременное, нерожденное. Только из-за идентификации с телом ваше сознание, оно же вселенское сознание, думает, что оно подвержено смерти. Никто не умирает, поскольку никто никогда не был рожден. Миллионы форм есть проявления сознания. Эти миллионы форм создаются, а после разрушаются. Но всеобщее сознание само по себе не рождается и не умирает. Только подумайте, если все миллионы форм, которые были когда-либо созданы, оставались бы все еще здесь, просто не осталось бы места для других форм. Именно потому, что универсальное сознание не рождается и не умирает, миллионы форм создаются и разрушаются. Это постоянный процесс. Поймите, что то, чем вы являетесь, это беспредельное вселенское сознание. Ограничено лишь то, в чем сознание проявляет себя. И это то, что создается, а затем разрушается. Общий потенциал сознания остается незатронутым. Он не ограничен. Вы ищите знания с позиции своей идентификации с телом и того, что может схватить ум. Пока этот телесный механизм еще здесь и техника обращения с ним присутствует, это то, с чем вы отождествлены. Но это не ваша подлинная отождественность. Вы не можете это контролировать. Это однажды появилось и однажды это уйдет. Я говорю с вами из перспективы с позиции универсального сознания. И мне прекрасно видно отсюда, что все тела состоят из сущности пищи и что однажды они уйдут, исчезнут, перестанут существовать. 7 января 1981 Все время что-то происходит. В каждый момент. И вместо того, чтобы быть вовлеченным в это, я вижу, что все это я естьность. И это мое переживание. Это свидетельствование. И тут больше ничего не нужно делать. Это полная свобода того, кто не считает себя телом. Все происходит само по себе, согласно своей природе. И я никак не участвую в этом. Если это так, значит вы все поняли. И вам нет нужды задерживаться тут дольше. У меня все иначе. Мне приходится делать усилия, чтобы не вовлекаться в мысли, приходящие во время медитации. И это природа жизненные силы. Она проявляет себя в мыслях и словах. Так что они будут продолжать возникать. Если вам требуется усилие, чтобы не вовлекаться, прилагайте его до тех пор, пока это не будет получаться без всякого усилия. Есть ли и у джняни ум и мысли? Мысли продолжают приходить и растворяться. Джняни не беспокоятся об этом. Мысли будут являться в сознании. Свидетельство не так же имеет место в сознании. Вы должны быть убеждены, что являетесь сознанием. Таким образом, вам больше ничего не нужно делать. Оставьте все сознание. Пусть все происходит как должно. Все будет происходить спонтанно. Где находится сознание? В каждой частице телесной сущности. В священных текстах говорится о разных чакрах. И вы можете использовать это понятие, чтобы локализовать где-нибудь сознание. Но я вам говорю, что оно пронизывает все тело. В чем разница между телом и сознанием? В чем разница между сахаром и сладостью? Сладость присутствует в соке сахарного тростника. В теле сладость сладость – это знание, что вы есть – это сознание. И из чего исходит это знание? Что является его предпосылкой? Наверное, это тело. Тело необходимо, чтобы поддержать сознание. Чтобы поддержать тело, необходима еда. Не так ли? Да. Если тело перестанет существовать, перестанет существовать и сознание. В отсутствии тела и сознания кем вы являетесь? Я не знаю. Сейчас все ваши действия направлены на получение некой выгоды, какой-то пользы для себя. Кто вы в таком случае? Для кого это польза? Для сознания. Но если вы не тело или сознание, тогда что вы? Когда приходите к знанию себя, тогда вы реализуете себя. Тогда лишь вы свободны. И что тогда? Тогда вы определенно знаете, кто вы. То, что дает возможность знать все. Теперь вы знаете это. И это есть свобода? Что значит свобода? Больше этого нет. Зажигает и гасит зажигалку. Это зажигалка ваше тело. Сознание – это пламя. Нет никакой нужды в определении этого, когда сознание отсутствует. Восьмое января 1981-го. Внешне вы можете выдавать себя за джняни. Но у джняни нет страха. Он есть предельное? Предельная стадия – это стадия, в которой это тело, эта форма и имя полностью завершены. И когда нет формы, цвета, имени, социального положения, кто останется, чтобы задавать какие-либо вопросы? Все происходящее принимается вами с позиции отождествления с телом, а тело ограничено во времени. Я пережил это, и это было небытие. Что вы смогли понять из своего опыта? Каково значение переживания? Это не просто чей-нибудь опыт. Всякий опыт происходит там, где есть изменения. Если перемен нет, то не может быть и переживания. Это было не переживание. Это было состояние бытия-небытия. То, о чем вы говорите, что это есть и что этого нету, это опирается на слова или все же на опыт. Я не собираюсь играть в прятки со словами. То, о чем вы говорите, это переживания или только слова? Это похоже на то, что вы что-то услышали или прочитали, и теперь вы просто повторяете слова из прочитанного. Это так, или вы говорите об опыте, который действительно происходил с вами? Как я говорил уже, это не было чьим-то опытом. Сначала я думал, что я – это тело. Потом у меня был опыт, что я не есть тело, но сознание. После это сменилось опытом, что сознание тоже не я. И нет ни формы, ни индивидуальности. Нет ничего. Вы говорите об этом опыте? Это опыт, что тела нет, ничего нет, что я есть и в то же время меня нет. Что это, чего больше нет? Сознание тела больше нет центра, и мысли приходят как бы не из телесного центра. Если мысли не приходят из отделенности, индивидуальности, тела, тогда как они могут приходить? Отождествляете ли вы сейчас себя с мыслями? Думаете ли вы, что суть мыслей и вы – это одно и то же? Нет. Что же тогда произошло? Что изменилось? Изменилось то, что центр, который был в сознании, ушел. Его нет. Чувства «я есть» больше нет. Скажите мне что-то об этом центре. Сперва был центр тождественности с телом. Теперь его нет. Я его не чувствую. Теперь нету четкой грани, нет отдельной сущности. «Я есть» означает знание, что вы существуете. Теперь это нечто неограниченное. «Знание «я есть» не имеет никаких границ? «Да, это так, спасибо вам. Сейчас я должен идти». Когда он говорит «я делаю то» или «я делаю это», это значит «я» это знание, что «я есть». Сознание присутствует, потому что лишь если тела нет, сознание может отсутствовать. Находясь в глубоком сне, мы не сознаем свое тело. Мы начинаем сознавать его, лишь проснувшись, когда сознание появляется. Поэтому, когда я говорю это, я имею в виду это сознание, которое является мной, но не является телом, так как оно приходит позже. Болезнь – это явление в сознании, а «я» не есть сознание. «Я» не есть, «я» естьность. Какая бы это ни была болезнь, она находится на территории сознания. Лишь благодаря сознанию болезнь может быть пережита. Когда я окажусь в состоянии предельности, после того, как сознание будет окончательно погашено, вот это и будет состояние полного совершенства. «Когда я перестану ощущать признаки болезни?» Точно как садящееся солнце угасает сознание и решает полное здоровье. Только в этом состоянии прекращается всякая болезнь. Но пока сознание присутствует, переживается и болезнь. Что есть мое удовольствие, мое счастье? Ничто иное, как это «я» есть. Это сознание. Ваше представление о знании это все можно схватить. Можно почувствовать и положить в карман. Знание, о котором я говорю, иного рода. Я знаю, что я сам есть это знание. Так что я могу надеяться посредством него получить? И это еще не все. Задавайте вопросы. Наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки. По возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА